В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Прошло первое в этом году заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. С нами проработано три возможных варианта реконструкции данного моста. Ржавые и аварийные машины, как убрать автохлам из наших дворов. Определенная процедура существует для розыска владельцев. Стать донором в муниципалитете стартовала акция, связанная одной кровью. Во-первых, ему должно быть 18 лет. У него должен быть паспорт гражданина Российской Федерации. В здании администрации прошло первое в этом календарном году заседание Совета депутатов муниципалитета. О том, какие вопросы были рассмотрены, узнаем у Дмитрия Книги. На повестке дня 23-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа значилось несколько важных пунктов. Сначала перед народными избранниками выступила заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического управления Лариса Калмогорова с вопросом о поправках в бюджет муниципалитета. Проектом решения предлагается увеличить доходную часть 2021 года на сумму 98 млн 886,8 тысяч рублей. Считать уточненным бюджет по доходам на 2021 год в сумме 9 млрд 5 млн 75,7 тысяч рублей. По расходам 9 млрд 637 млн 488,4 тысяч рублей. С дефицитом 632 млн 412,7 тысяч рублей. Данный проект прошел экспертизу контрольно-счетной палаты. В рамках принятия поправок депутаты задали вопрос о стоимости реконструкции пешеходного моста на станции Расторгуева. Нами проработано три возможных варианта реконструкции данного моста. И эти эскизные проекты, они лежат у меня на столе, повторюсь. Те из ваших коллег, которые интересовались этим вопросом, могли посмотреть. Те предварительные предложения по стоимости этих работ, которые есть в службах Гаврилова, именно определили ту сумму, которая здесь указана. Стоит отметить, что все пункты повестки предварительно рассматриваются на заседаниях рабочих групп и профильных комиссий. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко неоднократно напоминал своим коллегам об установленном регламенте работы. Но депутат по 29-му избирательному округу Павел Грудинин в очередной раз не принял во внимание этот момент. У нас несколько комиссий. Каждый депутат является членом определенной комиссии. Ни я, ни кто другие не являются членом комиссии. Вы бюджетные, поэтому могут ходить, а могут и не ходить на эти заседания. Вы можете свое особое мнение зафиксировать на бумаге и приобщить к протоколу заседания соответствующего. Здесь есть только выступление в порядке в виде вопросов и ответов. Пожалуйста, соблюдайте регламент депутата 29-го округа и участвуйте в комиссии. Также в рамках заседания совета состоялся отчет начальника ОМВД России по Ленинскому городскому округу Алексея Бадина по итогам работы за 2020 год. Основные усилия были направлены на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций, состояние криминальной ситуации на обслуживаемой территории и, безусловно, охрану общественного порядка, общественной безопасности. Поставленные задачи выполнены, несмотря на то, что с апреля прошлого года подразделения управления осуществляли свою деятельность в неблагоприятных условиях, вызванных пандемией COVID-19. В рейтинге оперативно-служебной деятельности 47 позиций за минувший год наш округ поднялся с 40-го на 21-е место. Депутатами была поставлена положительная оценка работы. Налаживается достаточно хороший контакт с участковыми. Благо, сейчас есть такая возможность, немного есть послабление, и в ближайшее время депутаты будут совместно с участковыми проводить встречи на своих округах. Жители муниципалитета смогут задать свои вопросы по безопасности как депутатам, так и своим участковым. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском округе продолжает снижаться число новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю в муниципалитете было зарегистрировано 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 25 января с начала пандемии число заболевших составило 9903 человека. Медики делают все необходимое, чтобы и дальше сохранить положительную динамику. Об этом наш следующий материал. Медики ВРКБ продолжают бороться за жизни людей, заболевших COVID-19. За прошедшую неделю в стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов ВРКБ поступило 238 человек. Из них 62 – жителя Ленинского городского округа. Всего здесь на данный момент проходит лечение 443 пациента. 80-летнего Александра Венедиктовича Лорисова из Подольска госпитализировали 30 декабря в тяжелом состоянии. Поражение легких до 75 процентов. КТ-3. Лабораторные показатели были тоже плохие. Высокий цирреактивный белок и высокая температура до 39-40. Низкая сатурация. Сам Александр Венедиктович до выхода на пенсию работал врачом-кардиологом. Поэтому как медик быстро понял, что тянуть к госпитализации нельзя. Болезнь развивалась довольно стремительно. Поднялась высокая температура, резкая слабость, потеря обоняния. Да и небольшая дыхательная недостаточность была. Чувство дискомфорта, нехватки воздуха. К моменту госпитализации Александр Венедиктович из-за слабости уже не мог самостоятельно передвигаться. В результате проведенной экстренной терапии сейчас он чувствует себя значительно лучше. Мы поддерживаем пациентов, стараемся их успокаивать, что это временно, что нужно терпеть, держаться. Но этот пациент, на удивление, очень стойко перенес всю тяжесть состояния. И терпеливо лежал, выполнял все рекомендации. Благодаря этому нам удалось ему помочь. Все четко работают, и заведующие еще раз благодарны тем. Большой персонал работает слаженно, грамотно. Конфликтов никаких, спасибо всем только. Поклон всем большой. Сейчас в Ленинском городском округе отмечается незначительная динамика увеличения числа контактных по коронавирусу. В муниципалитете за прошедшую неделю зафиксировано 1720 контактных по COVID-19. Из них 298 детей. Чтобы приостановить распространение коронавируса в муниципалитете, активно продолжается прививочная кампания. Ничего не беспокоит? Нет. Горно не болит? Не болит. Температуры не было? С этой недели мобильная бригада ВРКБ начала выезжать на предприятие и в организации муниципалитета. На днях прививки от COVID-19 сделали сотрудники и подопечные островского психоневрологического интерната. Перед вакцинацией граждане проходит осмотр врача, замеряется температура, осматривается кожа, замеряется кислород крови, давление. И после этого поднимается решение вакцинировать граждане в медике. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Екатерина Борисова, Ольга Садовская. Видно этого. Брошенный автотранспорт далеко не новый, но набирающий обороты проблемы всех дворов видного. Особенно остро она стоит в новой застройке. Общественники 6-го микрорайона регулярно устраивают рейды по выявлению автохлама, но в рамках закона пока справиться с ним не могут. Наш корреспондент Юлия Пагасиан узнала, какую управу на нерадивых автовладельцев подготовили депутаты. По словам местных жителей, эта газель возле 24-го дома по улице Завидной стоит здесь около пяти лет. Разумеется, на приколе. Собственник ею не пользуется. А тем временем авто перегораживает подъезд мусоровывозящего транспорта к контейнерной площадке, что затрудняет вывоз отходов. Результат, что называется, налицо. Это не единственный пример того, как брошенные авто захламляют, мешают и портят внешний вид нашего города. С проблемой борется и местная власть, и члены общественной палаты, и активисты организуют рейды, выявляют нарушителей, но сделать с ними по закону ничего не могут. Выход нашли депутаты Ленинского городского округа, которые в октябре 2020 года утвердили соответствующее положение. Положение о брошенном, бесхозном и разукомплектованном автотранспорте, о его утилизации, соответственно, вывозе его с места парковочных или с места придомовых территорий. И дальше, соответственно, определенная процедура существует для розыска владельцев, для признания этого транспорта бесхозным, ну и процедура по его утилизации. Положение уже действует. На территории 6-го микрорайона во все идет процесс выявления автохлама и передача информации в профильную муниципальную комиссию. К работе подключились члены общественной палаты Ленинского городского округа. Мы находимся на связи с местными жителями, поступает информация как от наших рейдов, которые мы периодически проводим, выявление данных автомобилей, так и поступает информация от жителей микрорайона о местонахождении данных транспортных средств. После 5-6 вечера мест свободных в городе не остается, точнее в данном 6-м микрорайоне в связи с большой загрузкой. Соответственно, тем более нужно автомобили как-то либо свозить в личный гараж и там хранить свою собственность. Очевидно, что автохлам мешает всем, кроме, конечно, его собственников. Теперь, после принятия депутатами положения о бесхозном транспорте, с облегчением вздохнуты сотрудники управляющих компаний, которые из-за брошенных не могут должным образом почистить дворы от снега. И дворникам, и технике тяжело подъехать для вывоза, для уборки. И это большая-большая проблема в 6-м микрорайоне. Каждый житель может стать помощником в выявлении брошенного транспорта, если будет сообщать о подозрительных авто в свой территориальный отдел или в общественную палату округа. Давайте вместе сделаем наш муниципалитет свободным от автохлама. Юлия Пагасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВильнетВ. В здании ГИБДД Ленинского городского округа прошла ежегодная акция «Студенческий десант». В ходе мероприятия учащиеся колледжа Московия на практике могли познакомиться с работой сотрудников полиции. Детали у Натальи Буслаевой. На мероприятии, которое было приурочено ко дню студента, у учащихся профессионального колледжа Московия появилась прекрасная возможность узнать об особенностях службы в органах внутренних дел. Сотрудники полиции подробно рассказали о работе подразделений, показали экипировку и бронежилеты, которые ребятам разрешили примерить. А также студенты могли подержать в руках табельное оружие. На занятии молодым людям разъяснили порядок поступления на службу в органы внутренних дел. Студентам подробно рассказали о том, как проходит процесс отбора кандидатов, оформления и стажировка молодых полицейских. Мы хотим пригласить всех желающих для поступления в ВУЗ МВД, для обучения по специальности высшего образования и для дальнейшего прохождения службы в нашем УВД. Обучение это полностью бесплатное. Обучение длится пять лет и по окончании выпускнику присваивается звание лейтенант полиции. Михаил Лысенко, студент первого курса колледжа Московия, рассказал, что заинтересовался работой в органах внутренних дел. Особенно понравилось оружие, которое там показывали. Померил бронежилет. Не знаю, как они в нем ходят, в нем жарко. Заинтересовало это, конечно, но я уже выбрал специальность МЧС. Буду в МЧС пока что. Может в будущем что-то изменится. Криминалисты рассказали о том, какую важную роль играет их подразделение в процессе расследования преступлений. И показали содержимое чемоданчика эксперта-криминалиста. В ходе беседы студенты узнали, как на месте происшествия обнаруживаются следы преступления. Как они закрепляются, а затем производится их изъятие. Мне очень все понравилось. Было интересно. Особенно понравилось, когда делали отпечатки пальцев. Это очень сильно заинтересовало. И сразу видно было, что специалисты. Также перед учащимися выступила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Аверенкова. Она рассказала о правилах поведения на проезжей части. После ознакомительной беседы ребятам были вручены световозвращающие элементы. Мероприятие продолжилось экскурсией по зданию госавтоинспекции. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Донорство как стиль жизни. Все больше людей приходят к тому, чтобы делиться своей кровью с нуждающимися в этом людьми. Осенью прошлого года на территории муниципалитета стартовала акция «Связанная одной кровью», на которую в первые же дни откликнулись десятки местных жителей. О новичках и бывалых в донорстве расскажет Юлия Пагасьян. У Татьяны Турцевой путь в донорство начался около семи лет назад, когда на предприятие, где она работает, впервые приехала выездная бригада станции переливания крови. Страха, говорит, не было. Сомнений, надо ли это, тоже. Попробовала и с тех пор регулярно сдавала кровь. До беременности. Потом перерыв. У меня ребенок родился с пороком сердца, и нам необходима, требовалась операция. Мы в научном центре здоровья детей в Москве оперировались в шесть месяцев. И после этого как-то для себя даже я поняла, что это не то, что мое призвание, а это порыв души, что я хочу все-таки помогать. Когда нам поможет, в общем-то понадобится помощь, то, наверное, кто-то также придет и сдаст кровь. Теперь Татьяна – постоянный участник акции «Связанной одной кровью», которая по инициативе члена общественной палаты Сабины Забировой в Ленинском городском округе стартовала осенью прошлого года. Сабина – врач, работает в онкологическом центре имени Блохина. Необходимость привлечения новых доноров возникла из-за пандемии коронавируса. К сожалению, к нам перестали ходить доноры крови. Наши запасы достигли критического уровня. Мы не смогли брать на операцию огромное количество людей, поскольку не было подстраховки. И, собственно говоря, это и послужило выпусковым механизмом к тому, чтобы организовать и, собственно говоря, начать поиски потенциальных доноров. Создали донорский чат, к которому за несколько дней присоединилось порядка 150 жителей муниципалитета. Отобрали тех, кто по медицинским показателям имеет возможность быть донором. Во-первых, ему должно быть 18 лет. У него должен быть паспорт гражданина Российской Федерации. Его масса тела должна превышать 50 килограмм. Это первое, на что внимание обращает, собственно говоря, врач отделения переливания крови. У него не должно быть заболеваний крови инфекционных, таких как ВИЧ, гепатит, СПИД. Для удобства пациентов кровь для анализа берут в центре Блохина непосредственно перед началом процедуры донорства. Этот момент оказался ключевым для новобранца Юлии Макаровой. Акция связана одной кровью. Для нее стало входным билетом в Содружество доноров. Зерно какое-то уже было, видимо, в этой почве. Ну, может быть, потому что родители медики. Видимо, это и ощущение, осознание того, что моя кровь, это, скажем так, с одной стороны, это какая-то большая ценность для тех, кому она действительно нужна. А для меня это просто кровь, которая у меня есть, которую я могу отдать безвозмездно. Процесс не бесплатный. За каждую сдачу предусмотрено денежное вознаграждение, но пациент вправе от него отказаться. Также дают деньги на обед, отгул на работе и дополнительный день к отпуску. Опытные доноры уверены, заразиться чем-либо во время сдачи крови в центре Блохина невозможно. Все абсолютно стерильно. Поэтому, если у вас есть внутренний порыв поделиться своей кровью или плазмой с сонкобольными детьми, смело присоединяйтесь к акции, связанной одной кровью. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.